Добрый день, коллеги! Меня зовут Крачев Дима. Я разработчик. Я занимаюсь разработкой в команде разработки RedAdma. И сегодня я расскажу вам о миграции RedAdma с монолитной на микросервисную... Благодарю вас. На микросервисную архитектуру. Собственно, RedAdma — это клиент-серверное веб-приложение. Спасибо. Клиент-серверное веб-приложение, которое позволяет администрировать компьютеры, находящиеся в сети. RedAdma позволяет централизованно управлять большой антиинфраструктурой. Также предоставляет инструментарий для миграции с иностранных операционных систем на отечественные решения. На данном слайде представлено древо подсистемы RedAdma. Собственно, главным ядром является подсистема управления, которая связывает остальные подсистемы. Служба каталогов, в ней хранятся учетные записи пользователей и производится аутификация. Остальных подсистем мы коснемся подробнее далее по ходу доклада. Собственно, раз мы будем говорить про архитектуру, напомню коротко термины. Монолит — это обычно представление в виде базы данных, бэкэнда и фронтэнда. Микросервисная же архитектура характеризуется дроблением бэкэнда на части вместе с базой данных. И для того, чтобы связать этот раздробленный бэкэнд, используется прокс-сервер. Собственно, какая же архитектура у RedAdma? У RedAdma архитектура и не микросервисная, и не монолитная. Она гибридная. Если мы вспомним из прошлого слайда подсистему управления, который является ядром RedAdma в целом и без компонентов на левой и на правой части слайдов, система будет работать, но будет иметь ограниченный функционал. Также в состав RedAdma входят инфраструктурные сервисы. Они представлены на левой половине слайда. Для упрощения взаимодействия с ними используется микросервисный подход. На правой половине слайда представлены клиентские приложения, для реализации которых также используется микросервисный подход. Собственно, какие преимущества гибридная архитектура дает RedAdma? И первое преимущество – это изоляция и безопасность. На примере файлового хранилища, думаю, вряд ли кто-то захочет размещать общие файлы и папки на сервере, позволяющем управлять всей IT-инфраструктурой. Второе – это приход к единому протоколу взаимодействия. Благодаря реализации микросервисного подхода можно прийти к единому архитектурному стилю всей системы RedAdma, собственно, к REST API. Отзывчивость системы. Благодаря тому, что можно выделить ресурсоемкий процесс на отдельный сервер, на примере, допустим, централизованной установки операционных систем, отзывчивость всей системы в момент выполнения этой ресурсоемкой задачи не пострадает. Ну и последний пункт – это удобство распределения ресурсов. Так как эти компоненты инфраструктуры являются микросервисами, их можно либо не устанавливать вовсе, если они не нужны, либо выделить для них ровно столько ресурсов, сколько необходимо. Собственно, поговорим про реализацию безопасности. Первое – это использование протокола HTTP с расширением HTTPS. Для этого можно использовать как самоподписанные сертификаты, которые выпускает сам RedAdma, так и использовать сторонние сервисы сертификации, выпущенные сторонними сервисами. Второе – это использование обратного прокси-сервера. В качестве него в RedAdma выступает Nginx, и он позволяет сокрыть от реальных пользователей IP-адреса и хостнеймы машин, где установлен микросервис. В-третьих – это аудификация и авторизация. Любой запрос в RedAdma по умолчанию требует проверки JET-токена на валидность, а также проверки привилегий. Так, собственно, проблемы, с которыми мы столкнулись в ходе миграции на гибридную архитектуру. Первая проблема – это установка. RedAdma поддерживает всю линейку операционных системes RedOS, и для того, чтобы упростить эту поддержку, собственно, было решено избавиться от системных зависимостей и положить все зависимости в дистрибутив, собственно, микросервиса. Также такое решение закладывает потенциал для поддержки других операционных систем. Второй момент, который обязательно учитывался при реализации подхода к автоматизации установки микросервисов, это организация отомарности установки микросервиса. Собственно, этот принцип говорит нам о том, что либо операция выполнится целиком, либо не выполнится полностью. Реализовано это, в первую очередь, на уровне базы данных за счет констранентов базы данных, а также реализовано на уровне алгоритмов. Третье, так как в гетерогенной среде компьютеры, которыми позволяют управлять RedAdma часто устанавливаются по шаблону, то в них могут присутствовать какие-то системные алиасы. И чтобы избежать этих системных алиасов, используются абсолютные пути до системных команд. Вторая довольно частая и, наверное, обычная проблема вообще для любого софта, а не только для микросервисов, это обновление подсистем. На примере контроллера домена видно, что обновление подсистем реализовано за счет разделения на компоненты. Собственно, сначала обновляется операционная система, потом контроллер домена и, в последнюю очередь, уже микросервис. Коснемся деталей реализации. Так как цель была не только миграция на микросервисную архитектуру, но в том числе автоматизация этого процесса, чтобы пользователю не пришлось ничего делать вручную или по минимуму один раз в форму вбить адреса машины, которая устанавливается в микросервис, и все. Соответственно, настройка обратного прокси сервера также была автоматизирована. Чтобы это реализовать, нужно было, собственно, изменять конфиг Nginx при всех взаимодействиях с микросервисами. Несмотря на то, что конфигурационный файл Nginx имеет расширение .conf, Nginx использует собственный формат конфигурации. В результате парсинга этого конфиг файла получается сложный объект. Это что-то типа списка с обложенным словарем, с обложенным списком, с обложенным словарем и так далее. Причем ключи словаря обычно повторяются. Речь о том, что работать с таким объектом неудобно, и поэтому, чтобы обеспечить целостность после изменения конфигурационного файла, опять же, использовались констраненты на уровне базы данных. Также замечу, что конфигурирование обратного прокси сервера является частью атомарного процесса установки, удаления, либо обновления микросервера. Собственно, в качестве выводов здесь приведены краткие списки преимуществ и недостатков микросервисной архитектуры. Когда решается вопрос о необходимости миграции на микросервисную архитектуру, каждый раз нужно в частном порядке решать, перевешивают ли преимущества эти недостатки. Собственно, мы в команде разработки RedAdma проанализировали преимущества и недостатки и решили, что для нас наиболее подходящим является гибридный подход, который мы реализовали. Что касается недостатков, мы, как было видно по презентации, мы с ними работали и максимально старались их нивелировать. На этом, собственно, все. Спасибо за внимание. Ваши вопросы. Спасибо, Дмитрий. Конечно, с вами по микросервисам. Здравствуйте. Можно вернуть слайд, где реверс прокси есть? Шестой или седьмой? Давайте. Вот. Не кажется вам, что небольшой пинок этого реверс прокси положит вообще всю эту конструкцию? То есть там нужно дикое резервирование, какие-то проверки, потому что любое клиентское приложение начнет вам спамить. Но перед ним хапрокси ставится. Ничего в результате. Но перед ним хапрокси ставится, стандартно дублируется. Ну, это правильно. Nginx, собственно, можно настроить как балансировщик нагрузки. То есть тут надо вокруг него плясать все остальное? Ну, схема упрощенная. То есть вы предполагаете, что там дури хватит обработать всего? На данный момент спутается. Хорошо. Я бы упаковывал. Не, ну на самом деле просто для специалиста по высокой нагрузке это очевидно. Там где jingx, то сразу ставится хапрокси, расшивается, все масштабируется. Это как бы считается одним квадратиком, и в этом нет ничего удивительного. Вот. Ладно. Ваша программа, она в ней есть? Какая-то, не знаю, помощь при переходе с Windows на вашу осу? Так, ну, по-моему, здесь был слайд как раз по этому поводу. Или я говорил текстом. Ну, собственно, RedADM есть инструментарий, который позволяет перейти, помочь перейти, собственно, с иностранного контроллера домена, всем известного, на контроллер ADC, который включен в состав RedADM. Его уже называть запретили, да? Его уже называть запретили? Я представление не имею, MSAD. Ух ты. Перейти с MSAD. Вот настоящее зло. А, кстати, насчет микросервисов, если меня не спрашивает, надо впнуть. А у вас реально микросервисы-микросервисы? Сколько их? И правда ли у каждого микросервиса своя база? Я из службы полиции микросервисов. Плата данных используется по необходимости, она не каждому микросервису нужна и не всегда. Ну, на данный момент... Есть ли микросервисы, которые обращаются к одной и той же базе? Нет. Полиции микросервисов? Нет. Нет. Ни в коем случае. Ну, ладно, ладно. Вы сказали микросервисы, тут же может приехать испанская квизиция или полиция микросервисов и проверить на микросервисность. Ну, что ж, есть ли другие вопросы по самому инструменту? Миграция с... да, нельзя называть. Я помню, шрам у меня на лбу об этом напоминает постоянно. Ну, что ж, аплодисменты. Аплодисменты. Переходим к новому.